КОНЕЦ Володь Петров, он просил, чтобы я как можно больше показывал Максима. Вот, я с удовольствием эту просьбу исполняю. Тем более, это совершенно несложно. Можете смотреть на Максима сколько угодно. Вячеслав Ю спрашивал, дорого ли гнать самогон на газу. Гнать самогон на газу совершенно недорого, если счетчиками на газ нет. Смысла брать интуиционку я никакого не вижу, потому что, ну, потому что зачем? Какой-то смысл в интуиционке был бы, если бы здесь был ректификатор. А так как аппарат у меня достаточно простой, классика с сухопарником, то на газу вполне превосходно. Если бы уже был ректификатор, там установить сразу мощность, степень нагрева можно. А здесь это попросту ни к чему. Вот сейчас у нас самогон гонится. Это уже у нас будет третий отгон. Делаю его с соком мультифрукт. В итоге получится, ну, что получится? Получится хороший самогон, я буду делать коньячную настойку. Вот что. Делаю потом из самогона различные настойки. Например, вот виноградный ликер тут у меня в каком-то количестве. Здесь у меня еще мятный ликер на дубовой щепе настаивается. Так. Так, кто-то у меня, Артур, спрашивал, какая крепость? Какая крепость? Выгоняю в среднем 45 градусов. Иногда бывает 40, 42, бывает 48, 50, но в среднем 45. 45 градусов крепости самогон, я считаю, ну, самая нормальная такая, питная крепость. Больше меня, пока меня все устраивает. Потом, кто еще у меня? Фэр-рекорд спрашивал, где же мои черепахи? Собственно, вот одна из моих черепах. Это черепаха Годила. Она вот находится в аквариуме. Я сейчас крышку снял, чтобы было удобнее ее смотреть. У нее тут налит 45-процентный самогон. Черепаха чувствует себя превосходным, довольна жизнью. Как видите, все у нее замечательно. Есть у меня еще другие черепахи. Вот, обратите внимание, это лапунья и звездун там в бухолке сидит. Тут у них, как видите, сухо, щепа. Ну, здесь у нас контрольная группа черепах. Так сказать, имитация сухого закона. Их мы содержим без всякого самогона. Еще я также передаю привет Сергею Скрипцу. Он там мне что-то писал. Я не помню, что. Ерунду какую-то, наверное. И еще меня мой одноклубник Леха просил исполнить песню «Гуляют медики». Я ее сейчас исполню. Не знаю зачем, не знаю к чему. Собственно, ни к чему. Это наша старая общаковская студенческая песня. Вот я ее сейчас играю. Ну, товарищ попросил. Лех, привет. Я исполняю. Собралась в комнате орава. Дверь закрыта давно. Разлита водка по стаканам. И в заначке вино. У нас сегодня завантуй. Мы нынче будем бухать. Гуляют медики, медики. Ёб твою мать. Гуляют медики, гуляют медики, медики. Ёб твою мать. Гуляют медики, гуляют медики. Гуляют медики, медики. Ёб твою мать. Мы знаем, что вреден спирт и ядовит никотин Сколько канцерогенных, мол, задержит сигаретный дым Но на все это ложим хуй, и нынче будем бухать Гуляют медики, медики, ёб твою мать Гуляют медики, гуляют медики, гуляют медики Гуляют медики, гуляют медики, гуляют медики Гуляют медики, медики, ёб твою мать А завтра утром нам на барах снова будут втирать Как нужно правильно жить и чё-то там соблюдать Как важен безопасный секс и санитарный режим А мы напьемся, поебемся и в отключке лежим Гуляют медики, гуляют медики, гуляют медики Гуляют медики, гуляют медики Гуляют медики, медики Гуляют медики, гуляют медики, гуляют 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 медики Продолжение следует...